Валентина Лосовская и Антон Шелест. Программу представляет антивозрастная косметика с пептидом змеиного яда Green Snake от Белита М. Змеиный яд? Да, для красоты и молодости кожи. Уникальная косметика Green Snake от Белита М на основе пептида змеиного яда Cineac. Cineac – безопасная альтернатива инъекциям. Способствует расслаблению лицевых мышц, разглаживая мимические морщины и препятствуя образованию новых. Green Snake – доказанное действие в борьбе с морщинами. В городе царит нарядная весна, как ты нужен мне, как тебе я нужна. Но что-то все не так, говоришь мне, что ты одна. Мы все жжем мосты и разбиваем сердца. Химия любви – это шутка творца. Лжом друг к другу ссоримся по пустякам без конца. А нужно радовать, когда в объятьях твоих засыпать. Родную нежную так обнимать и бесконечно радовать. Сознавать, разлука кончится и будешь ждать. Тебя не хочется так отпускать и вечно по тебе скучать. В бизнесе пашу я, как бешеный конь. Тачки, дом, друзья и подруга, огонь. А что там для души, кстати, душу давай не тронь. Что случилось, детка, не надо кричать. Все можно разрушить и сначала начать. А не дуться и друг с другом часами молчать. А просто радовать, когда в объятьях твоих засыпать. Родную нежную так обнимать и бесконечно радовать. Сознавать, разлука кончится и будешь ждать. Тебя не хочется так отпускать и вечно по тебе скучать. Что там говорить, я и сам не святой. Броская тату на груди молодой. А ты все шутишь, что не твоего романа герой. Я просто радую, когда в объятья твои падаю. Когда ночами я тебе пою, то бесконечно радую. Сознаю, с тобой давно уже я на краю. Что сразу сдастся, и тебя люблю. Мою девчонку сладкую. Легкие будни Здравствуй, дорогой. Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, дорогие и любимые наши радиослушатели. Начинаются легкие будни. И сегодня, между прочим, Международный день счастья. Это здорово, когда в такой день приходят гости. Что может быть лучше? Это люди, которые дарят нам счастье. И сегодня у нас в гостях... Валентина, кто? У нас в гостях Сергей Любавин. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Привет, друзья. Привет, Беларусь. Очень приятно вновь приехать в замечательную страну, к замечательным людям, в эту уютную студию. Спасибо большое. И надо сказать, что в нашей стране вас очень любят. Тому подтверждение поздравительные программы и на нашей радиостанции, в том числе. И те песни, которые звучат в наших хит-парадах. Но об этом чуть позже. Сергей, рассказывайте. Вы сейчас приехали с туром, едете по городам Беларуси. Ну, небольшой тур у нас такой. Давно очень обещали небольшим городам, западным, белорусским, что мы приедем обязательно. И они нас уже в Инстаграм просто забросали какими-то упреками такими. В хорошем смысле, почему не едете. Вот, и мы все-таки решились. Нашли прокачика здесь. И начали с Бреста. И потом Сморгонь, Волковыск, Щучин, Дзержинск. Совсем-таки маленькие, уютные провинциальные города. С огромным удовольствием проехали этот тур. Это просто даже, если концерт не разбирать, как там замечательно, встречали нас. Маленькие вот эти гостиницы мини, где женщины говорят, а что вы там ужинать будете? Мы сейчас вам сами накроем. Там уже и грибы, и капуста, и там, в общем-то, варенье домашнее. Там все, что хочешь. Ну, вот как будто мы не уезжали из дома, побывали дома. Сергей, а вы очень прихотливы. У каждого артиста есть трайдер. Да. Кто-то что-то требует. Это не утомляет, когда вот так вот по-домашнему? Или наоборот? О, Господи, вот предлагают все лучше. Ну, просто есть определенные продукты, например. Да, и все по-разному относятся. Да. Нет, у нас, начиная с артиста, коллектив достаточно неприхотливый. И, в принципе, это правильно, потому что, ну, не всегда есть условия, не в каждом городе те условия, которые ты именно любишь. Но поскольку мы находимся на работе, мы работаем, мы не отдыхаем, а работаем. Поэтому, ну, у вас тоже в офисе иногда не бывает вот этого улуна какого-нибудь или еще чего-нибудь. Это вот дома, пожалуйста, на работе. Нет, ну, всякое бывает. Кто-то говорит только улун, и все. Кстати, я смотрю, у нас есть телефонный гость, друзья. У нас есть подарки. Вернее, не у нас. Сергей Любавин приехал не с пустыми руками. Для вас есть диски с автографом. Поэтому за лучший вопрос вы будете примированы. Звоните 288-2013. СМС-ки можете написать на номер 9771. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как зовут вас, Сергей? Это Игорь Изгроднов. Здравствуйте. Я хочу поблагодарить сам вначале Сергея за то, что он приходит к вам на передачу. Есть возможность задать вопрос. Сергей, у меня вот такой вопрос. Вот скажите, вот ваши песни от любовной лирики, да, до жительских, ну, они по тексту, текстовую, смысловую нагрузку хорошую несут. Вы сами пишете песни на них? Или же пользуетесь чьими-то услугами? И второй вопрос. Вот у вас есть песня, прыжок, по-моему, называется, где парашют не раскрылся. Это основано на реальных событиях? Вот этот сюжет для этой песни вы взяли? Или это просто так вот вы дружбу солдатскую? Спасибо за вопрос. Отвечаю на первый. Процентов 95 всех песен – это авторские произведения, и музыка, и слова, и в каких-то случаях даже аранжировка. И с последние особенно годы с удовольствием беру песни, на мой взгляд, талантливые, других авторов. Разбавляю как-то свою программу, и у нас уже есть в загашнике и французские композиторы, и аргентинские, и Парагвай, Европа представлена. Вот, с удовольствием это беру, потому что то, что мне нравится, считаю, что один автор, он, может быть, не может делать всю программу целиком. Ну, и это, наверное, правильно. Отвечая на второй вопрос, песня называется «Летят километры», и буквально пять дней назад, и я знаю Минск, Белоруссия и Россия отмечали такое событие, которое касалось Советского Союза, когда мы были вместе, это вывод, 30-летие вывода войск из Афганистана, и я знаю, что 800 белорусов погибло тоже в этом конфликте, в этой горячей точке, 800 молодых ребят, и это, конечно, касается общего, общее наше горе, общая наша беда, а песня «Летят километры», это привезена оттуда, именно из Афганистана, и она основана, ну, вот как говорят, такая существует полулегенда, что это действительно на реальных событиях, что, я напомню, кто не слушал эту песню, парень прыгал с парашюта, какая-то горячая точка, не раскрылся парашют, и его коллега, в общем-то, подхватил его, и они на одном парашюте опустились, ну, вот на землю, спас своего друга, такая мужская настоящая песня, сейчас сделали новую аранжировку, я ее исполняю в каждом концерте, и вот на Урана проходит, я думаю, исключением не будет ни «Гомель», 10 марта, это у нас большой концерт будет в ДК железнодорожников, и Минск, естественно, наш любимый Минск, 27 марта, площадка КЗ «Минск», всех приглашаю, новая программа, сюрпризы, ну, в общем-то, о программе рассказывать обычно не люблю, вот, но будет достаточно интересно, и сейчас вот даже по маленьким городам Белоруссии мне нравится то, что проходит на ура, залы все встают, и уже подходят, когда подписывать диски после концерта, уже там и Волковыск, и Щучин, и Сморгонь, говорят, мы будем у вас в Минске, все, готовьте там это места, вот, и говорю, да приезжайте, господи, это самое... Места готовы, самое главное приезжайте. Места готовы, поэтому 27 марта, Минск, жду всех. Сергей, надеюсь, что спустя какое-то время появится песня «Небо над Минском». Это я к тому, что у нас сейчас очень полюбилась ваша новая песня, которая называется «Небо над Римом». Да, эта песня, вот как раз отвечая на вопрос мужчины, который... Игорь, да. Да, песня в соавторстве записана замечательным композитором Сергеем Ревтовым на одной из лучших московских студий, и вот, да, «Небо над Римом» такая, ностальгия, любовь. Даже сняли, кстати, фанаты, поклонники из Белоруссии сделали ролик на известный фильм «Голливудские римские каникулы». И там, конечно, так здорово все это сделано. Мне самому очень понравилось, я так вот, ну да, небо над Римом рыдает ливнем. Я надеюсь, над Минском оно будет светить горячим солнцем. Ой, как это правильно, но я хочу еще призвать ваших и белорусских поклонников, и не только белорусских, а все, кто нас может слышать, нас могут слышать где угодно, потому что можно зайти на наш сайт rocks.com, онлайн-вещание. Ваша песня претендует занять первое место в нашем хит-параде. Я думаю, что стоит, да. Поклонники, заходите и голосуйте. Песня называется «Небо над Римом», и мы ее сейчас послушаем. Небо над Римом рыдает ливнем, жалко, что я не бог. Я бы тебе написал картины, если бы только мог. Небо над Римом пока красиво, солнце уже все ниже. И облака еще чуть плаксивы, ты далеко в Париже. Ты мне теперь чужая, на расстоянии метра. Увидимся ли, не знаю, скажем теперь привет ли. Ты мне теперь чужая, но на душе мне легче. Ты мне теперь чужая, лучшая в мире и женщине. Люди за гримом рисуют взгляды, лица скрывая вновь. Если бы ты оказалась рядом, я бы узнал любовь. Я не пытаюсь казаться кем-то, мне никогда не стать. Тем, с кем ты делишь четыре стенки и рядом ложишься спать. Ты мне теперь чужая, на расстоянии метра. Увидимся ли, не знаю, скажем теперь привет ли. Ты мне теперь чужая, но на душе мне легче. Ты мне теперь чужая, лучшая в мире и женщине. Ты мне теперь чужая, лучшая в мире и женщине. Радио Рокс. Реклама. Я пришел, чтобы забрать тебя. Прости, что пришлось ждать. Но теперь меня ничто не остановит. Они ждут своих героев. Смартфоны по суперценам. Приходите и забирайте. Xiaomi Redmi 6 за 288 рублей. Акция от МТС «Подарки любимым» действует по 28 февраля. Подробности на shop.mts.by. Рекламная служба Радио Рокс. 286 08 07. Легкие будни. У нас в гостях сегодня Сергей Любавин. Сергей принес подарки. Звоните. 288 20 13. Друзья, за лучший вопрос получите замечательный диск вместе с автографом. Сергей, я вот уже задавали по поводу текстов. Наверное, вот в чем, в чем вы привереды? Так в текстах. Это должно быть в крови. Папа писатель, мама учитель русского языка. Не, ну я стараюсь в этом смысле, естественно. И всегда говорю, что когда вот это журналистское образование, оно как раз не повредило в дальнейшем. Вот. И, естественно, к текстам особый вопрос. Но просто иногда бывают песни, жанр диктует. Это так называемый. Я их называю просто, ну так может быть грубовато, песни для ног. Да, да, да. Так вот, когда есть дилемма, или писать вот на такую песню под этот ритм какой-то текст, чтобы люди, а что же это он такое умное там сказал? Ну, наверное, неправильно. И тогда появляются, и поэтому говорят, что есть поэты-песенники, а не поэты просто, которые пишут тексты такие, ну, более легкие, может быть, к высокой поэзии не имеющие отношения, но зато под песню конкретную, под ритм они подходят идеально. У нас есть телефонный гость. Алло. Бонджорно. Здравствуйте, Сергей. Бонджорно. Здравствуйте. Меня зовут Алина. Вы знаете, я у вас хотела спросить, а у вас в школе вы писали какие сочинения? Длинные или... Ну, как в школе было с сочинениями? Спасибо за вопрос, да, очень приятно. С сочинениями хорошо, кстати, было все. Я любил всегда на свободные темы. Если помните тогда, в те времена, было несколько тем, это конкретные, допустим, там Александр Сергеевич Пушкин, такой, это про Николая Васильевич Гоголь, это то-то, 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 и свободная тема. Например, там молодежь, там где-то что-то и как-то. Вот я любил на свободные темы писать. Единственное, вот была маленькая проблема, она была и в школе, и в институте, как какие-то вот такие, где-то вот спешу, там запятую не так поставил, или что-то, и хорошо выручала всегда одноклассница у меня девочкам из одной партии, а потом мы в институт в один поступали. Так вот, я ей помогал по теме написать что-то художественное такое, создать на белом листе бумаги, а она ставила запятые, расставляла там где-то это самое. Такой подряд был. В общем-то, удачно очень все получалось. Да, спасибо за вопрос. А когда-нибудь у брата, например, старшего списали? Ну, обычно же хранились по тем временам тетрадки, и можно было за какой-то год взять. Да, кстати, а они сохранились до сих пор? Что-нибудь есть? Ну, я думаю, есть, да. У мамы это точно есть. И сохранились, я же газету издавал когда-то в Сибири сам, и сам писал все материалы. Все это есть, и все это осталось. Дай бог, когда-то кому-то покажу, может быть, там, внуку, или кому-то. Бог даст. Вот. У брата нет, потому что он на шесть лет был старше меня, это уже немножко другое поколение, которое слушало другую немножко музыку уже. Не, ну я что касается школьных сочинений. Школьных с тем это были те же, по большому счету. Тогда еще, тогда, потому что это же Советский Союз. Ну, нет, если то, что касалось сочинений, это, конечно, нет. Тут мы... Он творил, я творил, папа творил у нас, лауреат Шолоховской премии. Вот, а списать это, не знаю, может быть, это математика какая-нибудь, геометрия, но не сочинение. А как это был элемент творчества? Да, думаю, да. По-моему, у нас есть еще телефонный гость. Алло. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Я споню вам из Могилевского района. Сергей, я считаю вас одним из самых талантливых певцов российской эстрады и самым лирическим певцом русского шансона, потому что никто, кроме вас, не может так красиво петь о женщине, о любви к ней, будь то на лягушке или на расстоянии метра. И вот у меня к вам есть два вопроса. Не так давно вы отпраздновали свое 50-летие. Скажите, пожалуйста, оценило ли ваши заслуги российское государство? Присвоило ли вам звание заслуженного артиста или оно у вас уже было? И второй вопрос. Вас можно увидеть и услышать только на канале Шансон ТВ и Ля Минор. Почему вы никогда не принимаете участие в праздничных концертах, посвященных какому-то профессиональному дню? А в России их довольно-таки достаточно. Одни и те же лица, одни и те же голоса мы слышим. Скажите, пожалуйста, вы отказываетесь от этих концертов из-за напряженного гастрольного графика? Или вас не приглашают, и это связано с вашей песней разводят? Спасибо большое. Очень профессионально. Спасибо, да. Так задано, как ведущий на телевидении, программа ведет прям без остановки. Человек просто в курсе ситуации, глубоко владеет. Это самое приятное. Ну теперь рассказывайте. Ну, на самом деле, то, что касается звания, ну что-то мы там подали, ну это вот, нам сказали, это надо много хлопотать куда-то, ездить, это где-то очень-очень большая вот эта чиновничья история со званием. А для вас важно это звание? Ну, как бы, правильно, вот женщина задала вопрос, вроде юбилей, как бы, страна же должна как-то... Да, отметить. В конце концов. Но мы сами суперусилий к этому не прикладываем, честно говоря. Ну, и некогда, и некому. У нас гастроли, постоянно работа. Вот. А то, что касается концертов, ну да, есть такой, как бы, минус. И для меня минус, во-первых, потому что, не участвуя вот в этих центральных концертов, конечно, мы лишаемся какой-то аудитории более широкой. Это понятно. Но, ну не знаю, вряд ли это из-за песни разводит, происходит. Не знаю, это, скорее всего, если честно, вот положа руку на сердце без этого самого, есть продюсерские центры. Это при каждом телевизионном канале все. У них есть свои артисты. И, конечно, каждый продюсер подтягивает на той или иной концерт своего артиста, свою артистку, свою группу. А мы, получается, я говорю, мы, потому что, ну, вот, артисты, вот, как вот моего плана, они как свободные художники. Мы находимся вот свободно. Мы ездим к людям, даем концерты. В общем-то, какие-то радиостанции, телевизионный канал нас поддерживают. А так вот, чтобы самим куда-то проситься, именно напрашиваться, а возьмите нас вот туда-то, туда-то, туда-то. Но такого нет, конечно. Вот. И в этом плане, конечно, вот я подчеркну, что вот Беларусь, конечно, вот она, мы здесь как у мамы в гостях, а в России, к сожалению, в этом смысле. Мы как у, вот как называется, неродная мама. Как у мальчихи. Потому что, как у мальчихи, да, свои родные артисты. Потому что Беларусь снимает наш концерт с симфоническим оркестром. Мы молодечно, шикарно и записали. Там Григорий Сорока, дирижер, ваши белорусские музыканты, струнная группа, 80 человек. Они, я их приглашал в Крокус на юбилей. Они приезжали из Беларуси, там, два автобуса музыкантов. И потом показали и по БТ-3, и по БТ-2. Ну, каналы ваши показывали полностью этот концерт. Вот. И тут, конечно, я понимаю, что совсем другое отношение именно к творчеству. Тут уже не говорят Сергей Любавин там или еще какой-то артист. Если качественный, очень хороший продукт, его просто и показывают. В этом смысле здесь честнее более происходит ситуация. Ну, к сожалению. Вот. Поэтому вот таким образом, но грустить... К счастью для нас, к сожалению, для вас. Грустить не будем. Я ни в коем случае не хочу ответами на этих вопросов пенять как бы на судьбу. У нас все хорошо. Замечательный коллектив. Вот мы его отправили уже после этого тура. Они улетели. Мы полетим вечером в Москву. А в Белоруссии, естественно, это 10 марта, это Гомель. Приезжайте все. И 27 марта это Минск. КЗ Минск. Будет большой концерт, будет новая программа. Сергей, когда вы выбирали песню, вы сказали, что о ней надо что-то рассказать. Да, буквально два слова. Песня по мотивам народных сказок. Я всегда говорю, в Белоруссии, в России, мамы приходят с детьми, с маленькими. Я у детишек спрашиваю, я говорю, вы знаете, Лягушка Царевна, Серый Волк, Иван Царевич. И меня потрясает то, что в Белоруссии, кстати, лучше с этим ситуация. Дети в основном говорят, нет, мы не знаем. Я говорю, а что тогда? Мы говорят, Лунтики знаем. Да, Лунтики. Я поэтому прошу всегда и этой песней тоже, может быть, диджеи будут как-то представлять. И родители прошу в залах, чтобы все-таки наши дети, внуки напоминали мне, они не забывали наших народных сказок. Шел мальчишка по пушке, сам не знал куда, по пути поймал лягушку около пруда, а лягушка вдруг сказала, отпусти меня, и награду три желания требуя от меня. Требуешь, что тебе надо, я помочь буду рада, и тебе в награду три желания дарю. Скоро сбудется, знаешь, все, что ты пожелаешь, я за все, что случилось, отблагодарю. Сразу эти три желания выбрать он не смог, попросил на первый случай золото-мешок. Он теперь богат, но в душе не рад, через месяц он вновь к пруду идет. Требуешь, что тебе надо, я помочь буду рада, и тебе в награду два желания дарю. Скоро сбудется, знаешь все, что ты пожелаешь, я за все, что случилось, отблагодарю. Я хочу добиться власти в городе своем, через месяц наш парнишка выбран королем. Он теперь король, но на сердце боль, ровно через год вновь к пруду идет. Здравствуй, милая лягушка, сердцу помоги, не нужны мне власти деньги, я хочу любви. Ты лягушка вмиг, свой сменил алик, видит наш король, девушка стоит. Требуешь, что тебе надо, я помочь буду рада, и тебе в награду я себя подарю. Требуешь, что тебе надо, я помочь буду рада, и тебе в награду я любовь подарю. Требуешь, что тебе надо, я помочь буду рада, и тебе в награду я себя подарю. Скоро сбудется, знаешь все, что ты пожелаешь, я за все, что случилось, отблагодарю. Выпуск новостей представляет компания АвтоСтронг. Каждая новая автозапчасть очень скоро станет Белл. Зачем переплачивать? В АвтоСтронге 100 тысяч бу-запчастей с гарантией и доставкой. Сайт автоСтронг-м.бай Телефон 623-93-93. Здравствуйте, о событиях к этому времени коротко. Специальная рабочая группа экспертов сейчас анализирует эффективность психологической помощи детям в школах Беларуси. Во всех регионах страны проведут практические семинары на эту тему. Президент России Владимир Путин, выступая сегодня с ежегодным посланием к парламенту страны, высказался за активное углубление взаимодействия в союзном государстве, которое должно включать координацию во внешнеполитической сфере и в экономике, передает Белта. В Гомельской области за минувший год были восстановлены на работе 14 незаконно уволенных человек. Такую информацию привели сегодня на пленуме Совета Гомельского областного объединения профсоюзов. Уникальную рукопись перевода Евангелия на белорусский язык Михося Мицкевича, младшего брата Якуба Колоса, представят в Национальной библиотеке Беларуси завтра, в Международный день родного языка. Подробности в начале часа Олег Лепешенков, служба информации Радио Рокс. Говорим о творчестве, спрашивали о том, как писали сочинения, а когда вы были маленьким и вам задавали вопрос «А кем ты хочешь быть?» Что вы отвечали? Честно говоря, не помню, но вот это точно не касалось ни музыки, ни какой-то писательской деятельности. У нас в семье уже был один что-то вообще не связанное с этим. Но что не помните? Нет, не помню. И кем хотели быть тоже не помните? Сергей. Само собой. Ну, а мне интересно там еще что-то. Сергей, вот считаю статью о вас, цитирую прям. По дороге к успеху мужчине пришлось через многое пройти. Мне сразу так вот ну-ка в подробностях, но дальше. Он принципиально не принимал помощи, так как хотел стать знаменитым шансонье лишь благодаря собственным силам. Вот насколько это соответствует истине? И что значит принимать чью-то помощь? Мне кажется, а как чего-то добиваться без чьей-то помощи и поддержки? Это красиво написано и вот так вот если представлять это все, это как скала Прометей. Ты стоишь где-то на вершине утеса и бьются вот эти волны шоу-бизнеса в тебя, отскакивают. Это, конечно, приятно, но в реалиях, конечно, хотелось бы помощи телевидения и радиостанции, потому что, ну, что греха таить, ну, мы без вас и как и вы, наверное, ну, никак не сможем существовать, потому что у нас огромные страны и большие расстояния, очень много городов, городков, которые хотят услышать песню, хотят сходить на концерт артиста, а донести это можно только посредством телевидения, радио или прессы, вот, и поэтому, конечно же, хочется, чтобы была поддержка, и мы с удовольствием приезжаем на такие эфиры, на гостевые эфиры, рассказываем о творчестве, о своей жизни, о концертах. Ну, вот, например, в той же статье говорится о том, что вам все время предложили в Лесоповале принимать участие. Михаил Исаевич, да, да, лично предложил, и я с ними, более того, это были 90-е годы, лихие, как у нас их называют в России, я думаю, что в Беларуси точно так же, да, очень похоже, лихие, и Михаил Исаевич предложил, да, говорит, ну, что ты вот ходишь там, туда-сюда, давай это к нам, я репетировал с ними, но постоянно таскал ему какие-то стихи свои, какие-то песни, вот это, а Лидия Николаевна, видно, надоела супруга там, домой, он говорит, ну, Сережка, ты посмотри, он же пишет, все, давай это, Михаил Исаевич говорит, ну, ладно, ну, тяжелый будет, конечно, путь, тут же я же тебе предложил, и на все готово, ездил бы и концерты, и гастроли, но раз ты уже сам нацелился уже на собственную, на сольную карьеру, то давай вперед, чем могу, помогу, и действительно, вот первый мой альбом сольный, Михаил Исаевич написал шикарные слова, аннотацию такую, очень теплые слова, ну, и в дальнейшем то же самое, вот какие-то были моменты, это или касается сборных концертов, или эфиров каких-то, он как мог со своей супругой мне помогали, очень приятно. Мне интересно теперь, раз о супруге заговорили, ваша жизнь, поскольку, я так понимаю, супруга активно участвует в вашем творчестве, в его продвижении. Ну, в творчестве, слава богу, нет. Нет, ну, она же директор, продюсер кто? Нет, директор вот стоит у меня, Дима Серов, здесь рядом с нами. Она продюсер, да, больше занимается, выскажите, а продюсер не говорит, что, дорогой, что это, ну что, как я это продам, по песне, это я к тому, о творческом процессе. Такого торга, конечно, нет у нас, но, конечно, она какие-то ошибки подсказывает, и что-то, какой-то большой опыт у нее, и плюс, все-таки, женщина, она видит все своими глазами, и именно в этом иногда мне нужна помощь, и я даже, более того, в Инстаграм где-то заряжаю вот какие-то такие викторины, ставлю, вот сейчас у меня идет 10 песен, я поставил, и люди заходят в Инстаграм на мой канал и выбирают тройку победителей, в основном, это процентов 90, это женщины, и мне это очень приятно, потому что я знаю, что это вот живой слушатель, живой зритель, и они не промахнутся, и действительно, это точно можно эти песни опять брать в репертуар, и это будет в точку. У нас есть звонок, алло. Добрый день. Добрый день. Очень рада приветствовать Сергея Любавина у вас в передаче. Спасибо. Возможно, мой вопрос покажется немножко странным, но я хочу все-таки его задать. Ваше творчество это в основном любовная лирика, и ваши песни посвящены самому прекрасному чувству на земле любви. Вот скажите, пожалуйста, когда вы на сцене, вы видите глаза влюбленных в вас женщин, вы чувствуете вот эту такую энергетику положительную от зрителей, от зрительниц? Спасибо большое за вопрос, но отвечу честно и прямо, мы просто купаемся в этих чувствах, и очень приятно, что я вообще по большому счету считаю, что для чего нужен артист? Артист нужен, чтобы людям, у людей было хорошее настроение, чтобы их веселить и вдохновить. Дарить эмоции. И вот когда женщины, не только женщины, кстати, единственное, в этом я не соглашусь, вот за роком там моя новая программа, где помимо вот такой любовной лирики, сейчас очень, ну, достаточное количество таких песен остро-социальных, это вот и летят километры, и небо славян, когда я говорю, довольно серьезные песни, волчонок. И очень я рад тому, что последние два года приходят с семьями, то есть это уже не женская аудитория в чистом виде, женщины хотят послушать лирику, а приходят с семьями, с маленькими детьми, вот, и концерты приобретают такую домашнюю обстановку, я всегда не запрещаю танцевать на концертах, как-то зажигать, выражать эмоции, вот, и это вот окупается сторицей, тем хорошим настроением, которое после концерта люди заходят, иногда поползала стоит, сфотографироваться, чтобы или подписать диск. Мы все это, я называю, третьим отделением концерта, все это, да, мы фотографируемся, ставим автографы, вот, я думаю, не исключением будут вот эти два мартовских концерта, я напомню, 10 марта это Гомель, дворец железнодорожников, а 27 марта это Минск, Каза и Минск, милости просим. А, Сергей, а в Могилевской области бывали? В Могилеве. Я просто, вот видите, как Валентина знает, как все у вас. в области я могу погорячиться, потому что много городов, я могу не в суд, но в Могилеве, ну вот, два раза мы точно были. Ну вот приезжайте, видите, как вас... Хорошо, да, обязательно. Что сподвигло вдруг, чтобы... Вот сначала была романтика, лирика для женщин, больше вы говорите, что посещала больше женщин ваши концерты, и вдруг немножечко другой взгляд. Это не сподвигло, это не сподвигло на самом деле, потому что у меня очень много песен и остро-социальных, если кто следит изначально с 90-х годов за моим творчеством, у меня есть альбом и разбойные песни, это по мотивам, вот дед мой в сталинских лагерях 7 лет отсидел, и по его рассказам написано вот этот целый альбом, создан, и также остро-социальные песни, вот женщина недаром коснулась этой песни, разводит, это о нашей действительности, что у нас происходит, в государстве, что на телевидении вот просто прямо написано, откровенно совершенно, и поэтому, как, конечно, многим это может как-то и не нравиться, и поэтому я не могу сказать про себя, что я, вот у меня чисто лирика, вот есть чистые лирические песни, например, там, я не знаю, если брать ваших, там, допустим, Дима Колдун или наши, допустим, Александр Серов, они просто, тут не скажешь, просто так складывается ситуация, что приходится на концертах, люди просят больше лирических песен, ну, может, или голос у меня так устроен, ну, видимо, уже устали от всего этого социального, и хочется, а вы, как не просто артист-певец, а как, ну, в конце концов, человек и гражданин, да, человек и гражданин. Ну что, я думаю, что нам стоит послушать еще одну песню Сергея Любавина. Да, Влади, да? Влади. Я всегда говорю на концертах, как Сергей Есенин любил Айсидор Дункан, как Владимир Васоцкий и Марина Влади. Уважаемые мужчины Белоруссии, любите своих прекрасных, очаровательных женщин. Тёмное небо, карие звёзды, люди встречайтесь, люди влюбляйтесь, пока не поздно, пока не поздно. Вы говорите, слава простые, слава святые, глаза глядите. Ты как светенье в дикой природе и для меня, как будто Влади. Для Володи заеду в гости, заваришь чаю, я расскажу, как часто по тебе скучаю. И я одеваю тебя в ароматы и в красоту простых мелодий наряжаю. В чём же родная мы виноваты в том, что грешны и в том, что бесконечно святы. Ты как светенье в дикой природе и для меня, как будто Влади, для Володи заеду в гости, заваришь чаю, я расскажу, как часто по тебе скучаю. Ты как светенье, в дикой природе и для меня, как будто Влади, для Володи заеду в гости, заваришь чаю, я расскажу, как часто по тебе скучаю. она светенье в дикой природе и для меня, как будто Влади, для Володи. Так получилось, в чём виноваты, за что мы с нею на кресте одном распяты, за что мы с нею на кресте одном. Реклама на радио Рокс. Хотите увеличить свой автомобиль? Новый Ситроэн С4, большой седан с большими преимуществами, клиренс 176 миллиметров, большая колёсная база, вместительность и потрясающий комфорт. Размер больше, цена меньше и никаких фокусов. Скидки до 3000 рублей при покупке Ситроэн С4, а главное кредит до 10 лет и можно без аванса. Подробности на Ситроэн точка Бай. Телефон рекламной службы Радио Рокс 286 0807 Прогноз погоды представляет Минск Лада, импортер Лада в Беларуси. Привет, сосед. Я смотрю, ты себе новую Ладу Весту взял. Какая красотка. Ага, брал в кредит без первоначального взноса, да еще и под низкий процент. Да ты что, а где? В автоцентре Минск Лада на Серово 1. Подробности у них на сайте minsk-lada.by погода на радио Рокс В ближайшие сутки в Минске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью возможен кратковременный снег на отдельных участках дорог Гололидица. Ветер северо-западный 5-10 порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3-5, днем ноль минус 2. В Бресте ночью будет около днем плюс 2-4 возможен кратковременный дождь. В Витебске ночью ожидается от 4 до 6 градусов мороза, днем будет от 2 до 4 со знаком минус, ночью и утром кратковременные осадки в виде мокрого снега. В Гомеле в течение суток минус 1-3, утром мокрый снег, днем без существенных осадков. Гродно ночью будет минус 1-3, днем от 1 до 3 градусов тепла, осадков не ожидается. В Могилеве ночью минус 4-6, днем от 2 до 4 со знаком минус, ночью и утром возможен небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Информация сайта расписания погоды адрес сайта rb5.by Радиорокс реклама Храните свои деньги правильно и надежно. Сделать это можно, открыв вклад Альфафикс в Альфа-банке. Банк гарантирует высокую ставку 12,5%, а возврат вкладов в Альфа-банке гарантирован государством. Подробная информация по телефону 198 и на сайте alfabank.by Только с 25 по 27 февраля в Алми томат сливовидный 4,99 филе сельди матиас 250 граммов оригинал и с приправами 1,99 по бонусной карте выгоды кэшбэк до 5% на все товары, в том числе акционные «Алми». С любовью к покупателям. Поэт и композитор Сергей Славянский с юбилейной программой «10 лет на сцене». 10 лет хиту «Жена». 5 марта в концертном зале «Минск». 0+. Телефон рекламной службы «Радио Рокс» 286-0807. Легкие будни. Сергей Любавин у нас в гостях. Друзья, Сергей, а вы часто экспериментируете в своем творчестве? И вообще вам это интересно? Конечно. И вот рассказывал уже про программу признания. Она здесь вот есть на диске. с симфоническим оркестром. Да, да, да. Мы одни из первых сделали это. То есть такой получился шансон с симфоническим оркестром. Это была такая большая работа. На мусфильме мы записывали, где Эдуард Артемьев пишется, и все такие ведущие у нас работы там делаются. Это была струнная группа симфонического оркестра. Это первые, вторые скрипки, виланчели, альты и контрабасы. Такой мощный, такой голливудский был. Под управлением Сан Саныча Петухова такая группа, и вот записали эти песни все. Я очень был доволен, потому что это новое какое-то звучание. А не страшно было с оркестром ведь всегда? Наоборот, я всегда стремился, когда Финнберг приезжал, это для меня был просто бальзам на душу, когда мы закладывали звезды Анни Герман, там это самое, и приезжали, я отсылал им аранжировки, приезжали, выхожу один я на дорогу, я под Михаил Финнберг с оркестром приезжал, я пел все эти песни. Это такой кайф, такое удовольствие. И вот с этой работой это не стыдно уже работать в таких концертах, там с какой-нибудь Ларой Фабиан, с Луис Мигелем. Да, да. Потому что это уже, ну, это совершенно другой уровень, это такой европейский, хороший, качественный уровень музыки. Вот. Вот такие эксперименты я очень люблю, и к ним как бы... Ну, вы уровень и удовольствие от этого огромное. Да, да, да. Совсем другое. А в чистом виде такая программа, когда-то, может быть, она и выйдет, то, ну, какие эксперименты. Очень любят в Беларуси, как и в России, в Украине, везде творчество Сергея Есенина. Это отдельная такая тема. Вот когда спрашиваешь, сразу Есенин. Вот сейчас сделал целую программу на стихи Сергея Есенина. Когда-нибудь привезу и в Беларуси ее. Но вкраплениями, естественно, мы какие-то попури сейчас делаем, что-то обязательно вот даем. Людям нравятся вот эти песни, стихи. Вот. Ну, еще что. А скажите, вы работаете командой, когда программу выстраиваете? Режиссер, кто-то вам помогает или вы сами? Конечно. Нет, когда большие концерты и обязательно сам продюсер, режиссер, художник по свету. Каждый своим делом заниматься должен. Не должен артист там рулить всем. Да, получается. Артист должен вот на сцене хорошо себя вести. Не баловаться. Видите, слава Богу, вы доверяете своей команде. Конечно, конечно. Потому что у кого-то есть и другой опыт, что проще сделать самому. Ну, это, знаете, тоже есть такое мнение, но все-таки я считаю так, что человек, если всю жизнь занимается звукорежиссурами, он должен этим заниматься или светом. А если человек всю жизнь поет, он и должен петь. Не, ну, я не то, что освещение, а режиссер. Потому что многие понимают, что так как я, не выстроит никто саму программу. Не доверяют. Режиссеры прислушиваются, и мы вместе делаем какие-то вот вещи, они соглашаются, с чем-то не соглашаются. Но по большому счету, ведь режиссер любит, он видит в комплексе все. Это и свет, и звук, и как артист стоит, и кто там, если танцевальная группа или музыканты. А артист, он видит только один срез. Это его срез музыкальный. Я заглянул. Афиша о том, что ваш концерт в Минске состоится. 27 марта в концертном зале Минск называется этот концерт «Моя королева». И среди всего прочего, вот где у вас есть такая небольшая история, вы дипломант международного конкурса молодых исполнителей Юрмала 93. Вы любите приезжать в Юрмалу? Хотя бы просто так. Вообще, конечно, это же прекрасное место само по себе. Удивительно, я обожаю Юрмалу. Да, ностальгия такая. И этот 93 год, это был первый конкурс международный. То есть там были и французы, и американцы, и англичане. Такой Игорь Крутой, Слайм, и Вайкули его проводили. И очень жаль, что вот так получилось, потому что вот политики на самом деле все портят. Они, ну, как здорово было. Люди встречались на музыкальной вот этой идее. Ну, теперь новая волна, да? Да, никто, ну, уже уехала в Россию, и там все это самое. И слава богу, еще существует и славянский базар, и все. Знаете, как Алла Борисовна сказала, Юрмала, мы еще вернемся. Ну, Алла Борисовна точно вернется, потому что... Ну, она туда ездит каждый год, в общем. По-любому. Да, но мы заговорили о том, что в Минске 27 марта состоится концерт. Кто живет в Гомеле, и кто не терпит, не может дотерпеть в Гомеле 10 марта. 10 марта во Дворце Железнодорожников будет тоже сольный концерт, новая программа. Мне очень бы хотелось, чтобы, конечно, в Беларуси посмотрели эту новую программу, оценили ее. Вот. И там интересно тем, что есть возможность и послушать, и попеть вместе. Мы там три песни... И потанцевать. А позажигать, потанцевать это вообще... Слушайте, Сергей, вы так хорошо подгадали, получается, это просто невероятно. Суперски, я бы так сказала, подарок к 8 марта. Раз, открывают конверт, а там билетики на 10 число. Вот получается... Это же, ну, просто блеск. Я думаю, да. Просто блеск. Такой хороший и правильный ход. И сколько будет удовольствия. Ну, мы специально не подгадывали, конечно. Я понимаю. Вот вы говорите, что вы купаетесь в этой энергетике зрительской. То есть для начала вы туда посылаете свою энергетику. Блеск глаз отражается, и все это снова идет к вам. Такой взаимный обмен. У нас хорошая работа, да. В этом смысле, конечно, если убрать все эти дороги, переезды, перелеты. Но работа замечательная, потому что мы всегда дарим людям праздник, стараемся это делать. И, естественно, нам тоже это возвращается каким-то образом. Возрастное ограничение 6+. Это просто так, потому что вынужденная мера ставить вот этот... Женщина в Вологде просто требовала. Она звонила на радио наше московское и говорит, как у меня дочке 5 лет, мы хотим пойти. Что это у вас за ограничение? Ну, дочка, видимо, маму накрутила. Можно прийти. Можно прийти, да. Ничего страшного. А вот еще был такой вопрос. Алина не договорила о сочинениях. Она пишет сочинения, писала сочинения, на 10-12 листов и спрашивает, а после 60 можно ли вот так вот взять и писать стихи? И как, я так полагаю, хочется, но человек не может начать. Что вы можете посоветовать? Огромное количество людей. Я еще по папе, помню, по папиному опыту, он десятки рецензий давал таким вот литераторам, которые именно, выйдя на пенсию, у человека скопив какой-то огромный багаж опыта либо на работе, либо в творчестве, он начинал записывать это все. И у некоторых даже очень талантливое это получалось. И они уже после 60 именно вступали в союз писателей. И это вот удивительно было. Так что можно не бояться, друзья, кто хочет писать стихи, можете начинать прямо сейчас. Я думаю, что не только стихи. Если вы чувствуете какой-то потенциал, и даже если у вас что-то не получается с первых шагов, продолжайте. Вам не надо никому ничего доказывать. Вот эти внутренние какие-то рамки, ограничения, которые мы себе поставили когда-то. Кто-то сказал, что что это, это плохо, этим не надо заниматься, и все, и мы сдаемся. Это не положено, да и так далее. Не надо никогда сдаваться. Будьте счастливы и делайте, творите то, что вам нравится. Сергей, а вы вот, приходилось ли вам когда-нибудь сдаваться? Не перед кем-то, перед самим собой, когда вот все, чувствуете, все, не могу, больше не хочу. Не обязательно в творчестве. Ну, в жизни, наверное, нет таких ситуаций. Все-таки сибирская закалка и все прочее. Вот такого нет. Но в творчестве иногда такие бывают, что иногда тебя произведение просто загоняет в тупик, и ты вообще не знаешь, что тут делать. И откладываешь, ну, слава богу, есть временные рамки. То есть, это проходит год, иногда два, и ты возвращаешься опять к нему, и рождается какой-то красивый припев, и все получается. Здорово. Надо, самое главное, не сдаваться и дать время просто подождать, пережить трудную ситуацию. Ну, в общем-то, на этой ноте и будем высокие, красивые, замечательные, будем прощаться. Еще раз напоминаем, что 10 марта Гомель, ждите Дом культуры железнодорожников. 27 марта Минск, концертный зал Минск опять. В Минске в концертном поле состоятся концерты нашего замечательно любимого артиста Сергея Любавина. Время действительно пролетело очень быстро, незаметно в хорошей компании. Тем, кто дозвонился, достанется диск. Каждому диск, да, и мы не стали выбирать, потому что все вопросы интересные, и самое главное, что для меня ценно, делают звонки люди, которые в курсе, а не в творчестве, внутри. Не просто так, какие творческие планы у вас, как дела. Вот видите, можно сказать даже, что уже не классно, вы народный артист. Это точно. Вот так вот. Дай бог с вашей любви руки. Спасибо. Спасибо. И отлично, хороших концертов. Друзья, легкие путни продолжаются. Пока-пока. Сказочный замок, наш домик у озера, где ты со мною была. Лодка причалила, раннюю осенью ты на причале ждала. Как у Джаконды грустные глаза. Их не коснется Боль земная Светлая слеза Там, за той волной Всей твоей нежности Всей твоей родной Утренней свежести Я ради тебя Ради святой любви Отдал бы все Ты только позови А за кормой Что-то шепчет волна Звезды ближе В конце сентября Как же ты мне Бесконечно нужна Как вечернему небу царя Как у Джаконды Грустные глаза Любовь моя земная Любовь моя земная Утренней свежести Ты только позови Ты только позови Нежная Перри Холодное сердце Твоя говорила навек Знаешь, как в жизни Бывает обидно Когда предает человек Как у Джаконды Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok